Утро на Болткоме 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 Я так понимаю, что главное слово «микс и гедонизм». На самом деле, я думаю, что вот этот мультикультуральный какой-то, потому что мы живём в таком мире, в котором слияние культур, на самом деле, невероятно важно, и он именно оттуда берёт свою энергию, и он миксует, он на эмоциональном уровне зажигает людей. То есть это не происходит как-то на техническом уровне, а это… Он очень глубокий человек. Мы сейчас разговаривали в машине, когда к вам ехали, и его основа – это европейско-восточный музыкальный бэкграунд. И когда получается этот симбиоз, который мы увидим сегодня на концерте, то именно он является вот этой вот кнопочкой, этой зажигалкой, которая людям даёт вот эту всю динамику на сцене, ему и в зрительном зале нашей публики. Это вот этот культуральный микс. Везде ли одинаково воспринимают этот культурный микс, и особенно зажигательные балканские ритмы? Ну, потому что, не секрет, существует различный менталитет, и там более северные страны более сдержаны, подрываются они тоже на концертах, начинают ли танцевать, срывать себя там, не знаю, маечки, махать ими в воздухе и подпевать. Как это вообще? Балканская музыка будет überall wahrgenommen, с этим Бэкг, с этим Инпут? Или это Лендарь, которые сейчас, как и нёрдлые, которые не реагируют, где ты просто просто изъявляешься, чтобы там irgendwie Action входит? Или реагируют они именно эмоционально на балканские ритмы и темперамент? Also, ich glaube, es ist erstens ein universeller Sound und zweitens, ich habe ja auch südosteuropäische Wurzeln, aber Balkanpop als Genre ist ein Diaspora-Sound. Der ist in der Diaspora entstanden, der konnte so nicht im Balkan entstehen. Es musste erst der Weg nach draußen, es konnte nur in der Diaspora passieren. Dело в том, что за счёт того, что балканский вот этот микс, который он создаёт, он мог быть создан только за счёт того, что у него, во-первых, восточные, значит, восточноевропейские корни, поэтому оно уже, это уже не совершенно другое какое-то восприятие, и поэтому северные страны, они к этому также причастны, да. То есть получается, что вот эти вот ритмы, этот темперамент, который он пронёс чисто исторический, он распределяется или распространяется также на северные страны, у них просто нету шанса как-то устоять и не поддаться этому энергетическому взрыву, скажем так. — Это приятная особенность. — Вот он сказал, что, ещё раз, что это не, это абсолютно как эсперанто, да, то есть это не просто балканская музыка, а это вот что-то такое, что вот этот вот микс этого и поп, и фольк, он интернациональный, да, нету такого, что это только балканская музыка. Вот он сделал его интернациональным, скажем так. — И я думаю, что это вот ритмы. Это очень важно. Потому что в Грециях, в Тюрке, в Украине, а также в Бальчиках, в Германии, во-первых, и в Ниде в России, я также имеет большие выжилие, в Japan, и Мексику, они могут sich в России адаптировать. Это же такое магия. Дело в том, что во-вторых, это объединение Востока и Запада действительно стирает какие-то границы. И поэтому получается, что у него невероятный абсолютно успех не только... Это вот как эсперанто, на самом деле, для музыки. Это не только балканское, как бы, какое-то узкое направление, а это создалось какое-то такое движение, которое объединило Восток и Запад. И поэтому мы же все, на самом деле, настолько объединены за последние годы, что уже стерлись границы восприятия. И поэтому у него успех не только, например, в европейской части, которую он как бы представляет, а также в Японии, в Мексике, потому что это уже такое объединение культур. Но я вот услышал в этом списке украинскую, и в том числе немецкую, и прибалтийскую. Вот меня интересует, вот прибалтийская, да-да-да. Тут я вам что-то утаила, да, утаила. Да-да-да, как это осталось легкой недосказанностью. Нет, он имел в виду, что не только Латвия, да, то есть не только вот эти вот балканский регион, который отвечает вот за эту вот музыку, а это взято и от нас, и... То есть это полностью Европа, это как раз Европа, вот это микс европейских культур. У меня сразу возникает вопрос, может быть тогда и латвийские какие-то, может быть, мелодии могли бы влиться вот, могут ли они влиться вот в такой... Jetzt hast du ein Problem. Können auch die lettische Musikстücke in deinen Fluss integriert werden? Абсолютно. культуры очень интересно вот есть такое понятие как свинюшка который ищет трюфель да я как раз всегда в поиске чего-то нового и поэтому кто знает может быть мы еще услышим латвийские какие-то радости да это так теперь делается и что это просто как как миссия определенная до интегрировать какие-то новые культуры какие-то вот в музыку и с das bemerkenswerte auch für mich из tatsächlich es ist zum ersten mal dass wir ein музыкалisches феномен beobachten was investen erfolgreich ist und kommt von osten es war immer anders drum 30 jahre lang oder mehr alles konsumiert was von west und dieses феномен mit der musik mit disco party sein zum ersten mal von osten erfolge in invest in der welt das ist total spannend это здорово восточная европа впервые взяла что-то от от запада где мы то есть приезжает и запад в восторге да то есть наоборот получается что запад впервые да запад впервые получает что-то такое феерическое где они завидуют хотят и хотят прикоснуться к прекрасному до этого шло все было да все было наоборот и он очень горж что действительно впервые музыка сделала это возможным что действительно получилась обратная интеграция и обратный восторг мы же всегда на самом деле смотрели вау что же там происходит а теперь все с точностью да наоборот и именно благодаря музыки его говоря о микшировании различных культур конкретно музыкальных мелодий интересно ли музыка каких-то таких достаточно экзотических регионов ну мы пока что говорим о европе западная восточная но мы остаемся в европе может быть немножко примесь еврейской музыки но опять же это тесно связано с европейским континентом а скажем латинская америка или там китай и япония такие регионы насколько ему интересны брать какие-то нотки оттуда как это для тебя, потому что в европейском, хотя это не важно в чем в европе в европе, но как интересно и интересный и интересный для тебя, если ты сейчас музыкальные эффекты из японской культуры или на то, что ты не имеешь в виду. Мне не очень важно, что это патчворк что мы увидим сегодня на сцене, он рассказывает историю как своей семьи, так историю, которая произошла вокруг нас или с нашими предками. Для него всегда очень важна база, да, и история. Вот рассказать историю. Поэтому если бы он взял что-то из японской или из какой-то другой культуры, то это было бы просто как такой пазл, что-то интегрировать без бэкграунда. У меня сейчас будет сложный вопрос, но я надеюсь на вашу профессиональность. У меня уже сердечко замерло. Деликатный вопрос, потому что обычно считается, как правило, есть академическая серьёзная музыка, и есть как бы музыка, если мы берём народную музыку, к ней всегда какое-то немножко в музыкальном, в академическом мире пренебрежение есть. Но вот это вот народная музыка, а вот это создаётся действительно. Нет ли, не чувствует ли он, вся ли музыка для него одинаковая, создаётся ли она классиками музыки или простыми христианами, которые придумывают мелодии. Да. Да, 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 да. Also meine Arbeit ist zum einen dadurch bestimmt, diese Kategorien und Grenzen zu eliminieren und dann, wenn man historisch schaut, Mozart, Bela Bartok, auch Beethoven, alle haben in der traditionellen Musik geplündert. Immer, immer. Das ist die Quelle. Die traditionelle Musik ist die demokratische Musik überhaupt, weil es gibt keine Autorenschaft. Ja. 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 все на самом деле инспирировались скорее так народной традиционной музыкой и world music и они все то есть это они все были инспирированы да скорее так поэтому он как раз его задача иллюминировать убрать вот эти границы между классикой и музыкой мира чтобы традиционной музыкой чтобы она все воспринималось одинаково да то есть он как раз стирает резиночкой эту границу красиво на сельских праздниках где-то на балканах исполняли например моцарта ну да а потому что он по двору говорит на сколько для музыки сейчас участие в саундтреке вы делает ее популярные просто имею ввиду фильм город насколько вот фильм город позволил ну сделать более широкий его распространение вот музыки шантел в адрес есть айн тушь виды я нахтем он бород дима сикеном ванна сих вас файна natürlich с из а не ста ци он фон филе ста ци он вывезен das интересное für mich war bezüglich бород и я dass ich das gut finde wenn satire auch so ein symbol von meinungsfreiheit ist ja ich muss damit nicht immer confirm sein aber dass man sozusagen eine kunstform unterstützt die provoziert die polarisiert und dass es auch möglich ist bei uns sich frei zu äußern und solche grotesken filme auch zu inszenieren dass ich so für mich auch на самом деле для него это одна из остановок да то есть для него это один из просто из пунктов из достижений одно из достижений и на самом деле очень ему очень приятно что он действительно смог поддержать как бы какое-то другое направление в искусстве да права на которая была просто провокации или каким-то с юмором или как-то поддержать другое направление потому что все таки на самом деле это культовая фигура и поскольку здесь получилось опять-таки слияние двух направлений вот он сказал что для него это одна из из побед вот и что он очень рад что он мог к этому присоединиться но он это не относится к тому что вот она что-то изменила в его жизни или в его карьере вот она она не так но ему очень было приятно что были вместе а да и шата манна анфага фон мадонна на коллаборейшн фуцин я бисен лэнди обе лент валис нишка пастету мадонне он отказал а вот бороду нет именно в этом вот это то что я сейчас он просто так красиво скажет я вот не смогла наверное вот с такими изюминками с такой краской передать потому что у него очень красиво на самом деле есть я правильно понимаю что известное исполнение лайсла абонита вместе с google бордела на самом деле могло быть шантелем например и мы видима что он все, что это значит ренту ритрин это действительно дуэта мадонна и он ду и так далее, это может быть действительно ренту и так далее, это может быть тоже и для тебя вместе с вами реагировали, что есть это обязательно, что можно сделать? да да я так, что у него много, я так как и как и так, как я тоже это первую «Europa-Tour» с Горголь-Борделой, например, как «Промотор». Есть много сотрудничества, но это не значит, что вы не работаете. Потому что это уже совсем другая супа. Тогда я бы лучше поехал в Григорьев или в Тюркань. Окей. Были различные коллаборации, и Мадония сказала именно, потому что она не совпадала. Она химически не совпадала, и музыкальные цели не совпадали. Но, в принципе, он говорит, что могла быть коллаборация, могла быть другая коллаборация, но он с таким же успехом и с большой радостью поедет в Грецию, где у него будет обмен энергии, которая ему очень важна, или в Турцию, где это будут тоже зажигательные те же ритмы или направление музыки и та же отдача энергетическая. Ну, а пока Штефан приехал к нам и не отказал Диане и Нессе Галланте. И сегодня мы в 8 вечера услышим в концертном зале Дзинтере замечательное выступление. Да, спасибо огромное. Спасибо огромное. Спасибо вам. К сожалению, время вышло, пора прощаться. Спасибо. Ждём всех на концерте, и до встречи. До встречи. Радио Болтком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова